Эта история слишком невероятна, чтобы быть правдой. И тем не менее, она развивается прямо на наших глазах. Главного героя этой истории зовут Сами. Родом он из Туниса. И он, вероятно, был одним из охранников Усамы бен Ладена. Больше 20 лет он жил в Германии. В июле его депортировали в Тунис. И вот сейчас суд постановил, что Германия должна вернуть его обратно. Это был наш немецкий суд. И кажется, суд был прав. При этом, я должен сказать это с самого начала, суду, похоже, не было никакого дела до исламиста Сами. Суд защищает не его, а самого себя. Так что же там такое произошло? Сами приехал в Германию как студент в 1997 году. Женился, завел детей. Самое позднее, с 2005 года он известен властям как исламистам. Но степень его опасности оценивали как умеренной. То есть за ним вроде как наблюдали, но ничего с ним не делали. Вообще-то, по официальным данным, опасных исламистов в Германии 774 человека. И большую часть из них власти считают, вот парадокс, достаточно безопасными. В том смысле, что по оценке властей они, скорее всего, не будут совершать терактов. Отношение к Сами изменилось только этой весной, когда кто-то из его родственников дал на него показания и рассказал много тревожных подробностей. Семья Сами к этому времени распалась, что, по оценке борцов с террором, считается фактором риска. Плюс история попала в прессу, и после нескольких публикаций с броскими заголовками, Сами решили депортировать. И вот тут и начинается самое интересное. Сами все обвинения против себя отрицают. Он обжаловал решение о депортации в суде, и суд постановил, что высылать Сами в Тунис нельзя, потому что там ему, возможно, угрожают пытки. Но решение суда пришло в соответствующее ведомство в тот самый момент, когда Сами уже сидел в самолете на пути в Тунис. Суд потребовал немедленно вернуть Сами обратно. Сейчас стало известно, что Министерство по делам беженцев и интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия, а именно оно и отвечало за депортацию, попыталось перехитрить суд. Какую-то информацию передали туда в последний момент, какую-то важную для понимания ситуации, но не обязательную для предоставления, просто умолчали. В любом случае совершенно непонятно, зачем нужно было так поспешно депортировать исламиста, который в этот момент находился в депортационной тюрьме и оттуда никому и ничему не угрожал, и почему нельзя было спокойно дождаться судебного решения и в случае необходимости его оспорить. В любом случае, суду не понравилось, что его вводят за нос. И теперь вот уже в более высокой судебной инстанции приняли решение, что депортация была незаконной и Сами надо вернуть. Вернуть его при этом будет довольно сложно. Тунис своих граждан не выдает, а Сами, хотя он в Тунисе и на свободе, живет пока без паспорта и сам выехать из страны не может. Эта маленькая история имеет для Германии вполне большое значение. Во-первых, она показывает, как серьезно тут относятся к разделению властей, и что судебная власть совершенно не собирается прощать исполнительной власти, когда ее пытаются обдурить. Во-вторых, она напоминает, что в правовом государстве все ветви власти в первую очередь должны руководствоваться законом. А в-третьих, мы в очередной раз убедились, что наши законы как раз безнадежно не соответствуют реальности. Пытки угрожают любому подозреваемому в любых преступлениях почти в любой недемократической стране. Например, российская тюремная система – это настоящий пыточный конвейер. Значит ли это, что Германия не должна депортировать в недемократические страны никаких подозреваемых в преступлениях? Значит ли это, что Германия обязана предоставлять убежище преступникам на том основании, что на родине их ждет бесчеловечное обращение? Нет, не значит. Взрослые люди должны нести ответственность за свои жизни. И они должны понимать, что если они совершают серьезные преступления, ведут борьбу против демократии, участвуют в терроре или даже просто одобряют его, то в результате они могут потерять право жить в Германии. И то, что на родине их не ждет ничего хорошего – это их личная проблема, а не проблема Германии. Самое забавное в деле сами заключается в том, что даже если его вернут в Германию, то проживет он тут, скорее всего, недолго. Можно предположить, что его снова депортируют, но на этот раз исполнительная власть лучше подготовится и не будет играть с судебной в какие-то дурацкие игры. Но вообще-то главные вопросы в этом деле к власти законодательной. А почему у нас в стране, собственно, такие законы, что опасные типы вроде этого сами могут жить тут годами? И почему их не получается выслать, не прибегая к хитрости? Алло, Бундестаг! Сделайте что-нибудь! Прекратите смешить страну и мир!